Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь учителем-логопедом, дефектологом, высшая коллекционная категория. Сегодня мы с вами поговорим об инновационных технологиях в работе логопеда и дефектолога. Свою речь я хотела бы начать с цитаты Виссариона Григорьевича Белинского, что без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса. Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики число речевых расстройств неуклонно растет, поэтому актуальность проблемы современного выявления и коррекции речевых нарушений принимают уже глобальный характер. Успешное овладение навыками чтения, усвоения письменной речи в первом классе напрямую зависит от уровня речевого развития ребенка. Это значит, что все стороны произношения, словарный запас, грамматика, языка должны быть без нарушений. В последние годы контингент общей образовательной школы претерпел значительные изменения. С каждым годом среди учащихся, поступающих в первый класс, увеличивается, к сожалению, число детей с различными отклонениями в речевом развитии. И это способствует формированию негативного отношения к учебе и является одной из причин школьной неуспеваемости. Таким образом, основной задачей работы логопеда, дефектолога является коррекция дефектов устной письменной речи у детей и формирование у них предпосылок лингвистических, психологических к полноценному усвоению общеобразовательных программ, особенно по родному языку. Логопедия, как и все современное образование, не стоит на месте. Она стремительно у нас развивается, появляются новые формы, инновационные технологии. Поэтому небольшой экскурс в теорию. Давайте разберемся, что такое вообще инновации. Инновации в образовании – это те нововведения, очень кратко сейчас, чтобы уйти нам в практику. Это те нововведения, которые способствуют повышению качества воспитательного и образовательного процесса. Но надо понимать, что инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. Инновационные методы обучения – это методы, которые основаны на сотрудничестве между педагогом, ребенком, приобщении педагога к детским проблемам и предоставлении возможности последним самоутвердиться. Самоутверждение способствует повышению мотивации к обучению и последующему выбору жизненного пути. Инновационные технологии – это внедренные, новые, обладающие повышенной эффективностью методы, инструменты, приемы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога. Другими словами, применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы, формы образования, организацию совместной деятельности педагога и ребенка. Основным критерием инновационности технологии является повышение эффективности образовательного процесса за счет ее применения. Логопедическая практика имеет в своем арсенале технологии, направленные на своевременную диагностику, максимально возможную коррекцию речевых нарушений. И к ним относятся хорошо известные специалистам технологии логопедического обследования, технологии коррекции звукопроизношения, технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи, технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи, технология развития интонационной стороны речи, технология коррекции темпа ритмической стороны речи, технология развития лексико-грамматической стороны речи, технология логопедического массажа. Современная логопедия находится на границе соприкосновения педагогики, психологии, медицины, и поэтому она использует в своей практике наиболее эффективные технологии смежных наук, помогающие оптимизировать работу учителя-логопеда. В логопедической практике их нельзя рассматривать как самостоятельные, они становятся частью общепринятых логопедических технологий, привнося в них новые инновационные формы, способы взаимодействия педагога и ребенка. Эти инновационные технологии служат для создания благоприятного эмоционального фона, включения в работу сохранных и нарушенных психических функций. Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема и переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, повышение утомляемости. Дети часто получается, что стыдятся своих речевых нарушений, становятся нервными, раздражительными, необщительными. Все это приводит к формированию чувства неполноценности, становлению тяжелого характера. Чтобы заинтересовать детей, учащихся, чтобы обучение стало осознанным, здесь нужны уже нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые инновационные технологии. Таким образом, инновационной логопедической технологии можно считать продуманную во всех деталях технологию, основанную на внедрении современных новых методов и приемов коррекционной работы, направленной на повышение ее качества. Можно выделить следующие виды инновационных технологий. Это информационно-коммуникативные технологии, дистанционно-образовательные технологии, которые используются при организации работы с родителями. Инновационные психокоррекционные технологии, здоровьесберегающие технологии, смешанные технологии. Это традиционные технологии с использованием нововведений, сенсомоторное воспитание детей, элементы методики Штайнера, Монте-Сори, использование навыка чтения при формировании речевой деятельности и так далее. Сюда же еще организационные инновационные технологии, которые предполагают определение новых форм помощи детям с речевыми нарушениями, например, дистанционная поддержка. Итак, в современной логопедической, диктологической практике при наличии условий активно используются нетрадиционные технологии и методы. Какие? Это технологии мозжечковой стимуляции, технологии развития межполушарного взаимодействия, метод сенсорной интеграции, технологии нейропсихологической коррекции, аботерапия, креативная игротерапия, это песочная терапия, технологии технологии динамической организации пространства, технологии трансформации образного пространства, технологии развития социального интеллекта детей, мультимедийные средства коррекции и развития и так далее. В конечном итоге, пройдя проверку временем, в практике останутся, конечно, самые эффективные и доступные для применения разработки. И я хочу более подробно остановиться на некоторых из них. Ну вот они нетрадиционные эти, то, о чем я говорила. И более подробно остановимся. Сейчас хочу рассказать о технологии мозжечковой стимуляции. Основа роста, развития и обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. Развитие мозга начинается у нас в движении, да, и с сенсорных исследований. Сенсорная стимуляция и двигательная активность создают почву для развития мозга. Это лежит в основе программы мозжечковой стимуляции. Чтобы понять, почему так много внимания уделяется стимуляции вестибулярной системы, необходимо понять, какую роль вестибулярная система играет в биологическом функционировании всей деятельности мозга. По мере того, как ребенок растет в утробе матери, вестибулярная система становится первым набором структур и чувств для развития, а затем уже служит фундаментальным организационным инструментом для развития всех других процессов мозга. Как это работает? Давайте тоже кратко остановимся. В этом случае вестибулярная система получает исходную информацию от вестибулярных органов, которые состоят из трех полукружных каналов и костной капсулы лабиринта. Три полукружных канала ориентированы у нас вдоль осей X, Y и Z и определяют движение каждое из трех измерений пространства. Когда голова движется в волосковой клетке, рецептором слуховой системы и вестибулярного аппарата, они обнаруживают движение жидкости внутри каждого канала. Мозг использует эту информацию для вычисления изменений и инерции. Примерно так же, как инерциальная навигационная система в самолете. Она определяет изменения в положении в пространстве и скорости. В костной капсуле лабиринта используется такой маятниковый придаток, утрикулюс, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направления движения тела. Поскольку сигулярная система объединяет инерционную информацию из трех полукружных каналов с гравитационной ориентацией, обеспечивающей органом атолита, она является основой нашей интерциальной гравитационной модели мира. Но есть наши модели мира как трехмерного пространства с хорошим чувством верха и низа. Когда ребенок продолжает развиваться, в утробе матери развиваются и другие основные, двигательные, тактильные, слуховые, зрительные системы мозга. Но они развиваются по отношению к вестибулярной системе или чувству равновесия. Поскольку вестибулярная система играет важную роль в основах восприятия, тонкие проблемы с балансом могут вызвать множество, казалось бы, несвязанных вообще проблем в работе мозга. Наша трехмерная модель мира обеспечивает основу, в которую положено... Сейчас соображу, мысль потеряла, извините. Наша трехмерная модель, она обеспечивает основу, в которую интегрированы все другие сенсорные данные. Поскольку вестибулярная система является основой этой трехмерной модели, наша эффективность в точном обмене информации между чувствами и мозгом ограничена точностью вестибулярной системы. Программа мозжечковой стимуляции, или как она еще называется в мире, прорыв в обучении, можем встретить и такое название. Она помогает людям улучшить когнитивные функции, улучшается способ передачи информации между различными сенсорными центрами в мозге, все из которых основаны на чувстве равновесия и баланса. И это причина того, что все действия программы происходят на специально разработанной доске, доска Бельгоу, и кому же подходит мозжечковая стимуляция. У большинства детей с речевыми проблемами диагностируются нарушения в работе мозжечка. Возможно, вот эти нарушения сами по себе не являются, конечно, единственной причиной нарушения речевого развития. Однако, преодоление дисфункции мозжечка значительно ускоряет процесс коррекции речевых нарушений. Можжечковая стимуляция подходит для детей с расстройствами аутистического спектра, для детей с аллалией, для детей с детским церебральным параличом, при моторной неловкости, нарушении внимания, синдрома гиперактивности, при задержке психического развития, при минимальных мозговых дисфункциях, при задержке речевого развития, если отмечаются проблемы с памятью, проблемы в обучении. Для чего нам нужна мозжечковая стимуляция? Дело в том, что мозжечковая стимуляция оказывает положительное влияние на восприятие устной и письменной речи. Навыки механического чтения, математические способности, плохую память, спортивные навыки, координацию, навык балансирования, общую моторику, осознание схемы собственного тела, эмоционально-волевую сферу, концентрацию внимания. Результаты достаточно быстро проявляются в улучшении поведения, внимания, речи ребенка, успехах в учебе. Можечковая стимуляция значительно повышает эффективность любых коррекционных занятий с логопедом, с психологом, дефектологом. И что же из себя представляет балансировочная доска Бельгова? Вот так она выглядит. Для работы над стимуляцией мозжечка применяется специальное устройство, которое назвали балансировочная доска Бельгова. Ребенок, получается, стоит на поверхности доски, которая, в свою очередь, в виде внизу, укреплена на круглой основе, что и заставляет балансировать ребенка в попытках удержать равновесие. Выполняет при этом различные упражнения. Извините, пожалуйста. То есть ребенок удерживает равновесие и выполняет упражнения. Поверхность доски имеет специальную разметку. Тоже видим. Угол наклона платформы регулируется рокерами, которые изменяют радиус. Здесь можем самостоятельно изменить радиус от 5 до 50 градусов. В зависимости от уровня наклона изменяется уровень сложности упражнений. Дети с удовольствием занимаются на балансировочной доске. И такие уроки, скажем так, не вызывают у них при этом страха, негатива или боязни не выполнить задания. Это интересно и полезно. Как же проводятся занятия? Занятия можно с доской Бельгова начинать с 3 лет и работать с ней даже до преклонных лет. Единственное, необходимы, конечно, регулярные занятия. Рекомендуют специалисты хотя бы 3-4 раза в неделю по 30-60 минут. Но время занятия зависит от скорости истощения ребенка. Конечно, подходим индивидуально, смотрим по ребенку. Лучше не торопиться и постепенно наращивать время занятий. Коллеги по сенсорной интеграции в Англии рекомендуют уже другой график. 2 раза в неделю по полтора часа на занятия. Стоя на балансировочной доске, ребенок выполняет задания, предложенные педагогом. Например, обмениваясь с ним мечом, называет буквы алфавита, домашних, диких, животных и тому подобное. Какие же упражнения можно выполнять на доске Бельгова? Для знакомства ребенка с доской сначала знакомим ребенка, чтобы не было страха. Также, чтобы он быстрее освоился и был успешен, лучше начинать с простых упражнений. Например, залезть, слезть с доски спереди, сзади, с обеих сторон. Ребенок в положении сидя по-турецки раскачивает доску, педагог может попросить ребенка при этом удержать равновесие. Ребенок в положении сидя на доске даем упражнения для рук. Иментация, например, плавания. Можно двумя руками поочередно, левый, правый, можно и так, и так. Опять же, ребенку нужно сохранить при этом равновесие, сидя на балансировочной доске. Ребенок находится на доске в положении сидя на порточках, покачивающей движение стороны в сторону, головой. Затем зафиксировать взгляд на предмете, круговое вращение головой. Дальше можно телом предложить вариантом, как вариант. Что еще? Ребенок в положении стоя или сидя, медленно покачивается вперед-назад. Лучше выполнять под музыку. Еще тоже вариант положения, тоже круговые вращения руками. Обе руки в стороны, обе руки в разные стороны, по очереди в одну сторону, по очереди в разные стороны и так далее. Любое положение тоже может быть стоя, сидя на порточках, на коленях, по-турецки. Обе руки положить на грудь, поднять руки над головой, что еще? Прямые руки в стороны, нагнуться, достать пальцы ног. Любые движения, которые нравятся ребенку. То есть здесь подключаем нашу фантазию. Для занятий на доске Бельгоу часто используются различные аксессуары. Их можно сделать самим. Можно приобрести уже готовые в специализированных магазинах. Но опять же, самостоятельно тоже все это легко делается. Что здесь, как правило, что чаще используется? Набор из трех тканевых мешочков с крупой. Разные по размеру, по цвету, по весу. Палка с цветной разметкой, цифрами. Или ракетка, например, для отбивания мяча на резинке. Мяч на шнурке, либо на резинке. Напольная мишень. Вот здесь вот с левой стороны, где цифры у нас 1, 5, 2. Напольная мишень с цифрами. И сюда же 3 мяча или мишень со стрелами можно. Разметка на полу или стене. Кегли. Можно взять какие-то банки, подушки, стаканчики. Что-то на сбивание. И набор из нескольких разных мячей разного размера, в привычести, веса. Какие можно использовать усложненные упражнения с использованием уже этих аксессуаров. Например, мешочки разного веса, с крупой. Кидаем ребенку, он их должен поймать. Принимать мяч или мешочки от педагога одной рукой, двумя руками. Кидать, ловить одновременно. Подкидывать мешочки вверх двумя руками. Подкидывать вверх правой рукой, левой рукой, двумя руками. Отбивать подвешенный мяч левой рукой, правой рукой, двумя руками. Кидать мешочки в мишень на полу, либо на стене. Отбивать мяч прыгунчик от наклонной доски. Что еще можно кинуть? Подвешенный на резиночке мяч. Успеть хлопнуть в ладоши, пока летит. Затем отбить мяч. Отбивать летящий мячик можно палочкой, можно ракеткой. Вот таким образом. Ну и, соответственно, тут же давать еще и речевые задания какие-либо. Например, пока откидывает мячик, например, откинул мячик. Педагог говорит, называет предмет в единственном числе, а ребенок называет во множественном. Ну и так далее. По всем нашим стандартным схемам, все вы это прекрасно знаете. Просто в качестве усложненного варианта. Следующая – это технология развития межполушарного взаимодействия. Межполушарное взаимодействие – это особый механизм объединения левого-правого полушария мозга в единую интегративную, целостно работающую систему, формирующуюся под влиянием как генетических, так и средовых факторов. Тоже здесь давайте вспомним буквально кратко. Правое полушарие у нас отвечает за обработку невербальной информации, эмоциональность, это наши творческие способности, ориентацию в пространстве, способность понимать метафоры, смысл пословиц, поговорок, шуток и так далее. Обработку большого количества информации одновременно, интуитивно. Воображение – это тоже наше правое полушарие. Креативное мышление левое половинное тело тоже у нас подвержено работой за счет правого полушария. Левое полушарие у нас отвечает за логику, за память, абстрактное аналитическое мышление. Обработку вербальной информации, анализ информации, правую половину тела. Если межполушарное взаимодействие не сформировано, то происходит неправильная обработка информации. У ребенка возникают сложности в обучении, это проблемы в школе, в письме, устной речи, запоминание в счете как письменном, так и устном, а также в целом восприятие учебной информации. Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга будет обеспечивать нормальную работу всех психических процессов. И каковы же признаки несформированности межполушарного взаимодействия? Это зеркальное написание букв цифр, Псевдолевая рукость, речевые нарушения вследствие несформированности доминантного по речи левого полушария. Например, сложности формирования номинативной функции речи из-за отсутствия прочной связи между образом правое полушарие и словом, это наше левое полушарие. А также задержка становления панематического слуха, так как изначально речевое звукоразличение формируется из способности различать бытовые неречевые звуки. А это у нас правое полушарие. Что здесь еще? Моторная неловкость будет в качестве признаков несформированности межполушарного взаимодействия. Плохая память, сложности произвольной саморегуляции, расторможенность, отсутствие учебной познавательной мотивации, бедность интересов, инфантильность, сложности формирования собственной активной позиции. Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не сформировано? Давайте здесь тоже поразмышляем. Причин на самом деле может быть много. Это и болезни матери, прием антибиотиков, серьезные стрессовые ситуации во время беременности, особенно начиная с трехмесячного возраста. Родовые травмы, анестезия во время родовой деятельности, кесарево сечение, общий наркоз в первые годы жизни, болезни ребенка в первый год жизни, длительные или сильные стрессовые ситуации, отсутствие этапа, либо непродолжительный этап ползания по-пластунски и на четвереньках. Одним из универсальных методов развития межполушарного взаимодействия является кинезиология. Это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические упражнения улучшают мыслительную деятельность ребенка, синхронизируют работу обоих полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают стрессоустойчивость, улучшается внимание, облегчается процесс письма. Продолжительность занятий зависит, конечно, от возраста. Опять же, индивидуально подходим. И может составлять от 5-10 минут до 20-35 минут в день. Заниматься, конечно же, тоже необходимо ежедневно в доброжелательной обстановке. Упражнения можно выполнять в любом порядке, в любом сочетании. И хочу предложить вашему вниманию несколько упражнений. Первое упражнение нужно постучать каждым пальцем правой руки по столу под счет 1-1-2, 1-2-3 и тому подобное. И так каждым пальцем. Следующее упражнение. Вытягиваем руки перед собой. Сгибаем кисти вверх-вниз. Вверх-вниз. Таким образом. Затем вращаем сначала по часовой стрелке, против часовой. Разно направленно. От себя идем и к себе. Таким образом. Что еще? Укалечка упражнения. Сначала руки работают синхронно. Соединяем с большим все пальцы поочередно. Указательные, средние, безымянные, мизинцы. В обратном порядке идем. Стараемся как можно быстрее перебирать пальцами. Вначале, конечно, предлагаем ребенку каждой рукой в отдельности. А затем уже обе руки вместе. Когда уже здесь будет отработано движение, то тогда предлагаем в разных направлениях работать. Попробуйте сами. Тоже сложно. Взрослым сложно. Такие упражнения входят как раз в состав бренд-фитнес. Знаете, да? Направление. Итак. Ну, слышали о всяком случае. Одна рука начинает с мизинца, другая рука начинает с указательного пальца. И начинаем работать в прямом и обратном порядке. И так далее. Что еще дальше? Здесь можно прижать ладони. Ну, на весу буду показывать. Хорошо. Следующее упражнение. Прижимаем ладони к поверхности стола. И дальше сначала по одному пальцу поднимаем большие, указательные, средние, безымянные. Вот тут уже сложно. Мизинцы. В обратном порядке. А потом в определенном порядке начинаем. Например, поднять только вторые, четвертые. Берем. Вторые, четвертые только пальцы поднять. Потом первые, третьи, пятые. И так далее. Вторые, четвертые. Первые, третьи, пятые. И так далее. Еще упражнение. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Сначала предлагаем работать синхронно. А затем уже, когда отработано, достаточно быстро ребенок переключается. Можем здесь уже предложить удерживать в голове программу и работать асинхронно. Кулак, ребро, ладонь. В голове держим. Одна рука начинает с кулака, другая рука начинает с ребра. Кулак-ребро, ребро-ладонь, ладонь-кулак и так далее. Тоже попробуйте сами, достаточно трудно взрослому даже человеку. Еще игра называется ухо-нос. Одной рукой мы держимся за нос, другой рукой за ухо. И должны поменять. Здесь тоже стараемся как можно быстрее переключиться. Можем усложнить за счет ведения хлопка. Хлопок поменяли, хлопок поменяли. Можно завести руку за голову. Тоже как вариант с хлопком без хлопка. Здесь смотрите по уровню сложности. Постепенно усложняем. Как только отрабатываем, увеличиваем сложность. Дальше еще упражнение называется поза Наполеона. Сейчас отобьем, чтобы вы меня лучше видели. Скрещиваем руки. Одна рука, обращаем внимание, вверху, другая у нас с вами вниз уходит. И наша задача одновременно поменять руки. Таким образом. Тоже попробуйте сами на себе. Не так легко выполнить такие упражнения. Это в том числе. Еще упражнение называется самолет. Что значит? Что здесь? В чем сущность этого задания? Левая рука чертит в воздухе у нас треугольник, а правая рисует круг. При этом работают обе руки одновременно. Потом меняем руки. Что еще? Здесь можно еще щелчками. Одна рука, например, щелчками чертит треугольник, а другая рука щелчками чертит квадрат. И обе руки работают одновременно. Да? Таким образом. Тоже главное не запутаться. Рисовать можно не только в воздухе. Можно рисовать на асфальте, на листе бумаги. Попробуйте сделать это с открытыми глазами. Попробуйте с закрытыми глазами. Еще тоже рисование восьмерок. Горизонтальных, вертикальных, синхронно, асинхронно. Синхронно вертикальные. Обе руки повторяют одно и то же движение. Асинхронно вертикальные восьмерки. Одна рука пошла вниз чертит, другая пошла вверх чертит. Горизонтальные восьмерки. Руки работают синхронно, асинхронно и так далее. Другие асинхронные упражнения. Например, игра тоже детям очень нравится. Одна рука показывает нам окей, другая супер. Наша задача поменять. Тоже можем усложнять за счет ведения хлопка. Как вариант усложнения, когда уже с одним хлопком легко, можем чередовать. Один хлопок с двумя хлопками. Один хлопок, два хлопка. Один, два и так далее. Вариаций очень много. А еще тоже детям нравится, смеются. Одна рука показывает козу, другая зайца. Нормально видно? И наша задача поменять одновременно пальца. Положение пальцев. На самом деле вариаций очень много. Детям нравится, когда мы еще эти движения сопровождаем стихотворным текстом. К тому же, выполняя движения с одновременным проговариванием текста, мы даем мозгу больше задач. Также тренируется память, поскольку заучиваем стихотворение. И таким образом можно еще автоматизировать поставленные звуки. Как вариант скороговорка. Шустрый Саша сушит сушки. Думаю, всех знакомы. Давайте попробуем. Одна рука у нас с вами. Давайте вот так сделаем. Одна рука, ладоник себе. Одна рука, вытягиваем большой палец. Другая рука, вытягиваем мизинец. Затем меняем, проговариваем. Шустрый Саша сушит сушки. На следующую строчку, уже знакомая показывала, заяц-коза, сушек высушил штук шесть. А теперь одна рука соединяем пальцы, другая рука у глаз, разводим чуть пальцы. И смешно спешат старушки. Дальше козырек супер. Сушек Сашинах поесть. Вот таким образом. Тоже абсолютно на разные стихотворения накладываю различные движения, отрабатываем. Ну, здесь, знаете, как смотрю, обычно я беру одно стихотворение на две недели. Отрабатываем и дальше уже ввожу другое. Смотрю по детям. Если еще не готовы, значит, тогда еще продолжаем отрабатывать. Тоже сюда же упражнение называется «Алфавит». Это упражнение развивает внимание, мышление, улучшается работоспособность, помогает снять эмоциональное напряжение. Для выполнения упражнения распечатайте, напишите, ну, можно еще и написать обычный русский алфавит. Под каждой буквой произвольно поставить пометки либо «Л», либо «П», либо «О». Что значит «Л»? Вот красным цветом обозначено, да, внизу видим. «Л» — это поднимаем левую руку, «П» — поднимаем правую руку, «О» — поднимаем обе руки. И, глядя на алфавит, ребенку нужно одновременно называть буквы и выполнять движения, отмеченные под буквой. Например, ну, первое возьмем, я говорю «А» и поднимаю правую руку, «Б» — поднимаю левую и так далее. Первая часть упражнения — пройти от буквы «А» до буквы «Я». Вторая часть — пройти от буквы «Я» до буквы «А». И здесь еще, опять же, вы же можете менять буквы, да, основные, не обязательно в алфавитном порядке. Когда уже дети знают буквы, вы можете менять уже самостоятельно. Я печатаю, поскольку дети запоминают хорошо, и я уже печатаю сама. На основе этого упражнения делаю свои варианты. Что еще? Струп-тест, по-другому еще можно встретить название, разноцветный текст. Как можно быстрее нужно здесь там с вами не прочитать слова, а назвать цвет шрифта, которым это слово написано. То есть наш мозг захочет прочитать, да, желтый и так далее, но мы говорим синий, зеленый, черный и так далее. Вот таким образом. Что еще хотела сказать? Следующее — это мета-сенсорная интеграция. Сенсорная интеграция — это процесс, во время которого происходит получение информации нервной системы от рецепторов всех чувств, органов чувств. И сегодня все больше рождается детей с отклонениями в развитии. Сенсорные нарушения могут выглядеть как деструктивное поведение с избыточными эмоциональными реакциями. Это капризы, истерики, теория и практика сенсорной интеграции берут свое начало с 90-х годов 20-го века. Впервые метод начал разрабатываться калифорнийским, и все уже к концу вебинара язык начинает заплетаться, извините, калифорнийским трудотерапевтом Джин Айрис, которая работала с детьми и взрослыми, имеющими различные неврологические нарушения. Метод представляет собой упорядочение ощущений, полученных из окружающего мира посредством игр, с использованием специального оборудования, которое воздействует на аудиальную, визуальную, кинестетическую, вестибулярную сферу ребенка или взрослого. Сенсорная интеграция помогает дать мозгу нужные знания об окружающей обстановке и внешних стимулов, воздействующих на сенсорные системы человека. Игры, которые применяются в сенсорной терапии, дарят ребенку новые чувственные ощущения, происходит балансировка и развивается эффективная обработка сенсорных стимулов центральной нервной системы. Каковы же принципы сенсорной интеграции? Это адекватная сенсорная активность, важна для развития и обучения ребенка. Высокая мотивация ребенка, освоение им сложных навыков через преодоление трудностей. Заинтересованность в занятиях. Все это дает высокий шанс успеха при использовании метода. Специалист следует за ребенком в его развитии. Тщательный выбор идет занятий и воздействие на сенсорную систему. Задачи, которые специалист предлагает решить ребенку, должны быть ему по силам. И каковы же плюсы этого метода? Это целостность подхода в терапии. Задействуются все сенсорные системы. Происходит налаживание эффективного контакта между родителями, ребенком. Ребенок становится более самостоятельным в действиях, манипуляциях с предметами. Подходит для детей с тяжелыми когнитивными и нейрофизиологическими отклонениями. В комплексном лечении ДЦП без метода «не обойтись» помогает дозреванию сенсорных систем. Занятия по сенсорной интеграции проводятся на специальном оборудовании, которое должно быть, конечно же, безопасным для ребенка, привлекательным, ярким. Сенсорная терапия и интеграция включают в себя использование таких тренажеров, как тренажер для мозжечковой стимуляции, то, о чем я уже говорила. Тактильные дорожки. Разная поверхность дорожек развивает чувство равновесия. Сенсорные световые игрушки разных цветов. Они светятся в темноте, способствуют стимуляции аудиальной, визуальной, тактильной системы ребенка. Бизи-борды сюда же, разработанные по системе Монте-Сори, представляют собой доски с множеством различных кнопочек, замочков, прищепок, шнурков, которые привлекательны для малышей, развивают воображение, мелкую моторику, сообразительность. Сюда же утяжеленное одеяло, утяжеленные подушки, подушки для релаксации. Они помогают гиперактивным детям успокоиться, заснуть. Ребенок чувствует эффект, что его обнимают. И какие же могут быть виды сенсорных игр? Тоже очень кратко. Потому что здесь можно посвятить целый вебинар этой теме. Если интересно, эта тема пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы тогда озвучим на одном из ближайших вебинаров. Итак, какие виды игр? Игры с красками, рисование пальчиками, ладошками, штампами, смешивание цветов, перетекание красок друг друга, рисование водой, мыльными пузырями, льдом и так далее. Спасибо огромное. Игры с крупами, мукой, специями, чаем, кофе. Что мы делаем? Устраиваем дождь с фасоли, гречки и так далее. При этом старательно подставляем по струи дождя все наши части тела. Спасибо. Ходим босиком по сенсорным лужам. Хорошо. После вот такого дождя. Пересыпаем крупы с помощью баночек, формочек, ложек. Зарываем в тазик с крупой. И здесь разыскиваем различные игрушки, конфеты сюда же. Играем с мокрыми крупами, с кашей из крупы. Насыпаем на поднос манку, муку можем, кофе рисовать, тут же рисуем. Игры с бытовыми предметами. Например, как пахнет ложка, как звучит миксер, сколько ложек нужно поставить в стакан. Спасибо огромное. И так далее. Игры с пластиковой одноразовой посуды. Строим дорожки или башни из стаканчиков. Устраиваем тот же сенсорный дождь из пластиковых тарелочек. Шуршим тарелочками. Стучим пластиковыми ложками по стаканчикам. Игры с песком. Пересыпание песка. Зарывание рук в песок. Рисунки. Тоже очень кратко. Игры с тканями, с бумагой. Трогаем различные виды тканей, бумаги. Игры с фруктами. Выкладываем узоры из долек. Мандарино, яблоко. Попутно изучаем запах. Трогаем пальчиками. Различные нарезанные фрукты в миске. Потом пробуем. Ну, опять же, здесь согласовываем еще с родителями, если нет аллергических реакций. Тоже очень важно вот этот момент уточнять. На вкус какие. Игры с движениями. Спасибо огромное. Игры с движениями. Это залезание на стол. Залезаем на стол, изучаем, как меняется комната. Конечно, с поддержкой педагога. Если смотреть на комнату, как она изменится, если смотреть на нее с высоты. Ложимся на пол. Тоже изучаем. Ползем. Перекатываемся сбоку на бок. Бегаем по сенсорным дорожкам. Что еще я использовала? Игры с сенсорными баночками. Различные баночки, наполненные крупой, монетками, колокольчиками. Водой мы еще наполняли. Блестками, маслом. О, еще нравится детям моим играть с камешками Marbles. Устраиваем сухой бассейн для пальчиков. Раскладываем. Спасибо огромное. Очень-очень приятно. Раскладываем камешки в разные емкости. Бросаем воду. Перекатываем между пальцами. Здесь еще и самомассаж плюсом можно внедрить. Самомассаж с помощью камешек Marbles. Камешков Marbles. Все. Мозг отключается. Игры с массажерами для рук. Делаем массаж. Используем здесь деревянные пластиковые массажеры. Фактурные резинки для волос. Ребристые мыльницы тоже отлично подходят. Погремушки, прорезыватели. Я своим знакомым говорю, у кого дети маленькие, не выкидывайте. Они все несут мне, когда уже дети их вырастают. Хранить, конечно, тяжело. Места катастрофически не хватает. Но, тем не менее, помогает в работе. И все игры, в том числе те, которые я озвучила, помогают ребенку, дают ребенку поток разнообразных посилий, направлению ощущений. В итоге происходит, что стимуляция нервной системы, улучшается сенсорная интеграция. АБА-терапия. Да, запись вебинара будет. Сяна Викторовна потом еще расскажет в конце вебинара, как найти. Еще что АБА-терапия. На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции аутизма является поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения. Спасибо огромное. Это интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. АБА-терапии тоже, конечно, нужно обучаться отдельно. АБА как научная дисциплина изучает влияние факторов в окружающей среде на поведение и манипулирует этими факторами, чтобы изменить поведение человека. Впервые метод АБА для работы с детьми с аутизмом был использован доктором Иваром Лавасом и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1963 году. В основу метода была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия. Если ребенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять. А если не будет, то, соответственно, не будет повторять. При этом подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение смотреть в глаза и другие разбиваются на более мелкие блоки действия. Каждое действие разучивается с ребенком отдельно. Затем действия уже соединяются в цепь, образуя в итоге сложное действие. Взрослый при этом не пытается давать инициативу ребенку, а достаточно жестко управляет его деятельностью. Правильные действия закрепляются до автоматизма, а неправильные строго пресекаются. Правильный закрепленный вот этот вот навык считается только тогда, когда ребенок выполняет это действие без ошибок. Причем без ошибок в 80% случаев, вне зависимости от того, в какой ситуации, в какой атмосфере было дано это задание. Конечная цель аботерапии – это дать ребенку средства осваивать окружающий мир самостоятельно. И аботерапия, здесь она рассчитана для детей, начиная с раннего детства, от полутора лет, да, также и для детей дошкольного возраста, школьного возраста, подростков и даже взрослых. Вот таким образом. Это что касается аботерапии. Дальше, креативная... Так, я про нее стала говорить. Дальше, следующая креативная игротерапия, что это принцип рисования песком. Это рисование песком было предложено еще Карлом Буставом Юнгом, замечательный психотерапевт, основатель аналитической терапии. И песок – это загадочный такой материал, который обладает способностью завораживать даже взрослого человека, своей податливостью, своей способностью принимать различные любые формы, быть сухим, легким, ускользающим, либо быть влажным, плотным, пластичным. И песочная терапия – это одна из разновидностей игровой терапии. Ну, а ведущий вид деятельности ребенка, дошкольника – это что, игра? В игре ребенок познает и себя, познает окружающий мир. Игры с песком – это одна из форм естественной деятельности ребенка. Игры с песком использую как индивидуально, так и в групповой работе. Но единственное, что все-таки группа должна... Смотрите по детям, группа должна быть небольшая. Да, вот, кинетический песок тоже идеально. Кстати, у меня есть большая подборка, с детьми играем, есть большая подборка по играм с кинетическим песком. Тоже, если интересно, пишите, буду озвучивать. Тогда возьмем на какой-либо вебинар. Да, тоже отлично. Игры с песком, они тоже же разнообразны. Через игру с песком создаются условия для решения различных задач, в том числе те, которые мы ставим перед детьми. Это автоматизация поставленных звуков. Что здесь? Развитие фономатических процессов, обогащение словарного запаса, развитие связной речи, развитие лексико-грамматических представлений, закрепление полученных знаний о звуках, буквах, развитие графомоторных навыков. Тоже буквально очень-очень кратко, несколько вариантов для развития фономатического восприятия. Например, спрячь ручки, прятать руки в песок, ребенок должен, когда услышит заданный звук. Слаговые дорожки, рисовать круги на песке, проговаривая при этом слоговые дорожки. Еще игра «Два города». Под толстым слоем, спасибо, песка, спрятаны предметы, игрушки, либо защищенные картинки с дифференцируемыми звуками. Да, подборка игр у меня есть, поэтому тоже могу озвучить. Можем взять. Что еще? Ребенок откапывает и раскладывает на две группы, если дифференцируем звуки. На развитие языкового анализа и синтеза. Игра полоски. Ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по их количеству придумывает слово. Сколько полосок, столько слогов должно быть в слове. Исправь ошибку. Педагог чертит на песке ошибочное количество полосок. Ребенок анализирует количество слогов в слове, исправляет ошибку, добавляя, либо убирая лишнюю полоску. Автоматизируем звуки тоже. Лексико-грамматические строй речи. Очень много, например, чего не стало. Здесь логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем просит рассказать, что изменилось в песочной картинке. И так далее. Связанная речь сюда же тоже очень много. А еще детям нравится игра «Покажи сказку». Ребенок составляет либо рассказ, либо рассказывает сказку, демонстрирует сказку с использованием мелких игрушек на песке или мелких предметов на песке. И я вам рассказала лишь, конечно, у некоторых инновационных технологий, все-таки мы ограничены во времени, я так уже задерживаюсь, которые мы можем использовать в практике логопеда, дефектолога. Эффективность применения инновационных технологий во многом зависит от сочетания с традиционными средствами коррекции. В процессе такого воздействия ребенок успешно преодолевает речевые нарушения и овладевает необходимыми речевыми навыками и умениями. Если есть вопросы, то задайте их. Мы вебинар просто тогда проведем по играм с песком. Хорошо? И тогда будет... Спасибо огромное. Очень приятно, что... Рада, что вебинар оказался полезным. Спасибо вам за обратную связь. Очень важно для нас получать ее, чтобы понимать, стоит ли корректировать нам что-либо. Так, ну истерики — это отдельно тоже вопрос. Скорее озвучить нужно на вебинарах. В рамках инновационных технологий. Спасибо огромное. Очень рада была вас видеть, читать ваши комментарии. Благодарю вас за то, что посетили. Угу, хорошо. Мы тогда запланируем и... Смотрите наше расписание. Хорошо? И в расписании как раз будет обозначено. Да, запись вебинара будет. Я сейчас отключусь. Татьяна Викторовна... Да, Татьяна Викторовна подключится. Все. Татьяна Викторовна подключится и расскажет вам сейчас о том, как получить запись и сертификат. Благодарю вас от души. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok